Огромный скандал с Helldivers 2, огромный скандал с Тарковым, ну а сериал по Fallout 4 запустил волну любви к Фоллауту. Все эти и многие другие замечательные истории в этом выпуске новостей на рестарте. Несколько дней назад Sony внезапно вышла с заявлением, что с 6 мая для игры в Helldivers 2 обязательно придется иметь аккаунт PlayStation Network, и этот аккаунт нужно привязать к вашему аккаунту в Steam. Естественно, это касается исключительно версии для ПК, потому что на PlayStation ты без аккаунта PSN и так и так играть не сможешь. И это вызвало дичайшее недовольство у людей. И недовольство это только росло, и с каждым заявлением пиарщика в студии Arrowhead все становилось только хуже. Sony при этом выбирала отмалчиваться. Хотя тут очевидно просто пиарщики тупили и что-то отвечали людям по инерции. Они не понимали на чью сторону им вставать и кого защищать. Но мы к этому еще вернемся. Скандал раскрутился такой сильный, что рейтинг игры в Steam с очень высокого опустился до 16%. До значения крайне отрицательный. Люди пилили мемы, всячески угорали, и это было прекрасно. Мой любимый мем, это конечно же, где Майкл из Breaking Bad поясняет Уолтеру, что У нас все было нормально, но нет, тебе хотелось больше денег. Ну и конечно же, 500 килограммовая бомба. А может лучше 500 килограммовая ревью бомба. Сейчас проблема уже разрешилась и под настолько сильным давлением Sony прогнулись и отменили обязательную привязку PlayStation Network. Но это только пока. История получилась исключительно интересная, и ее надо разобрать посерьезнее. Потому что на самом деле, все происходило на эмоциях. Все просто хотели хейтить Sony, и вот всю эту ситуацию, ну вот чисто из принципа. Но даже учитывая, что все было на эмоциях, все происходящее было совершенно справедливым. Из-за простого человеческого за... Я усредненно активный игрок в Helldivers 2. У меня там 60 часов, 33 уровень, выхожу на задание 8 уровня. Пару раз даже 9 уровень зачищал, но это, честно говоря, ад. Несколько человек своих друзей подсадил. Играем вместе, в дискорде моем секретном играем. Я вот недавно в Питер ездил, специально взял с собой стимдек, чтобы играть там в Helldivers. Даже учитывая, что оно там работает типа на 20 фпс. Это ужасно, и я все равно играл. А я ненавижу онлайн-дрочильни и игросервисы. И вот настолько эта игра хороша, что затащила даже меня. Даже на 20 фпс. Шведы из Arrowhead все сделали правильно. Helldivers 2 это базированная видеоигра. От геймплея до подачи лора через официальный твиттер, который всех называют предателями демократии и лжецами, когда люди замечают в игре новых монстров. Мой любимый момент, конечно, это когда какой-то предатель попросил режим без friendly fire. А ему сказали нет, такого никогда не будет. И правда, что это за детский сад? Разработчики четко знают, что они делают, какую они создают игру, и их не волнует, кто там чего хочет. И это самое лучшее, что может делать творец. При этом, на самом деле, у меня к игре довольно много претензий. Начиная от ее технического состояния и отвратительной оптимизации, как же я устал от постоянных дисконнектов и выбросов из игры, и постоянных вылетов из игры. То есть я как вот не игрок вот в подобные игры сервиса, игры в раннем доступе, я включил это и такой А, то есть вот в каком состоянии сегодня выходят игры. И вы в это играете? Ну и потом, естественно, продолжил сам играть, да. Ну и заканчивая уж слишком агрессивной монетизацией, они тут за пару месяцев уже пятый батл пасс анонсировали. Их тут варбондами называют. Девятого мая выйдет. Ну сколько можно-то? Я за 60 часов еще ни одного полностью не успел закрыть. И даже со всем этим игра, ну, фантастическая. И поэтому мне втройне обидно, что их работа просто уничтожается какими-то эффективными менеджерами из Sony, которые захотели выпендриться циферками аккаунтов PlayStation Network перед инвесторами. Давайте серьезно. Ну, действительно, нет большой проблемы зарегистрировать себе аккаунт PlayStation Network и привязать его к своему стиму. Но есть простое з***ало. З***али все эти аккаунты, лончеры, вот все эти требования, динувы какие-то, постоянное онлайн-подключение. Я хочу просто играть в игру. Можно мне просто играть в игру? И чтобы она не ебала мне голову. А Sony занимается именно этим. Ебут голову простым игрокам. А также за***ло, что вот нас, игроков, постоянно пытаются где-то наебать. Мы купили игру, и было написано, что аккаунт PlayStation Network опциональный. А теперь они задним числом переписывают пользовательское соглашение, мол, оно всегда было обязательным. Просто, ну, мы с самого начала не могли этого сделать, потому что сложно. И да, в маленьком окошке, где-то там в углу на странице покупки игры, было написано, что оно будет обязательным. Но давайте серьезно. Никто на это все не смотрит. И если вы скажете, что, ну, это твоя проблема, что ты не прочитал, то вы просто не понимаете, как работает этот мир. Ты не можешь на пустом месте придумывать абсурдные правила. Ты не можешь сказать, типа, все, кто заходят ко мне домой, разрешают автоматически мне обрить их на лосо. Типа, мой дом, мои правила. Нельзя вводить абсурдные правила. И да, внезапно люди выяснили, что, оказывается, в большей части мира PlayStation Network просто недоступен. Легально вы можете сделать аккаунт PlayStation Network только в 60 странах мира. А в некоторых странах для создания аккаунта вы должны предоставлять свой паспорт или водительские права. Ну, достаточно серьезные документы. И по правилам той же PlayStation Network, если вы спалитесь, что пользуетесь аккаунтом из другой страны, вас могут свободно забанить. И тут вообще начинаются трехуровневые проблемы из того самого сектора бесконечных аккаунтов и лончера. Вот, скажем, вы купите игру в Стиме и прикрепите свой нелегальный аккаунт PSN. Просто потому, что вы простой челик, который хочет просто играть в игру. Вас вообще это все не волнует. И консоли у вас нет, и плевать вам на эту PlayStation. Просто, ну, дайте в игру поиграть. И вдруг вас банят в PlayStation Network. И вы вообще в абсурдной ситуации, когда игра у вас вроде бы в Стиме есть, но она привязана к забаненному аккаунту PlayStation Network, и вы не можете в нее просто больше играть. Я с такой ситуацией столкнулся с Uplay'ем, потому что у меня в Стиме очень много игр от Ubisoft, и каждая из этих игр от Ubisoft привязана к определенному аккаунту Uplay'a. Но так или иначе, там у меня первый аккаунт украли, второй аккаунт мне заблокировали, третий аккаунт я просто потерял и забыл, потому что регал его уже на какую-то почту пятого порядка, которую я сделал для этого аккаунта Uplay'a. И как бы все, мои игры Ubisoft в Стиме, они больше неиграбельны, я не могу их запускать, потому что... Ну, потому что. И вот из-за этого, например, игры Ubisoft на ПК для меня это табу, я просто в них больше не играю, потому что... А как я в них буду играть? И опять еще одну почту заводить, которую меня снова украдут? Да, люди скажут, что это я сам виноват. Последняя игра от Ubisoft на ПК, в которую я играл, кажется, была Watch Dogs 2. Ну, в целом, немного я теряю. И в этой ситуации произошло, наверное, абсолютно худшее, что вообще могло произойти. Во всех странах, где нельзя было зарегать аккаунт PlayStation Network, игру убрали из продажи. А это, на секундочку, 170 стран. Неизвестно, чья это была инициатива, Sony или же самого Стима, который просто увидел и нейтрализовал противоречия, так сказать. Но это и не важно. Люди увидели это как абсолютный плевок в лицо. Sony просто наплевать на огромный процент игроков. Им важнее свои цифры считать. Купил игру и не можешь играть? Ну, не знаю, поплачь. Опять же, ну, давайте серьезно. Все это никогда особенно не останавливало игроков. Если нужно было, люди находили способ. Они регали аккаунты чего угодно, откуда угодно и в какой угодно стране. Но здесь ситуация другая. Потому что изначально можно было играть вот без всех этих сложностей. А теперь Sony вышла из ниоткуда и на пустом месте начала придумывать эти сложности. Конечно же, они оправдываются заявлениями, что это все необходимо для безопасности личных данных, для контроля за комьюнити, для ловли и бана читеров. Но эти заявления от Sony совершенно абсурдны. Это такой буллшит. Мы прекрасно знаем, что когда разговор идет о безопасности личных данных, Sony одни из худших в этом вопросе. Их ни один и ни два раза взламывали, полностью воруя платежную информацию пользователей. И какой вообще может быть разговор о бане читеров? Это ПВЕ игра. Люди воюют против компьютера. Что могут сделать читеры? Помочь победить быстрее? Ну так круто же! Максимум, что они делали, это, ну, раскапывали в файлах игры технику, которая еще официально не в игре, и спамнили ее в матчах. Но даже это работало скорее на игру, потому что люди кидались это сразу обсуждать. Это же такие дикие инфоповоды. Да и там же уже миллион каких-то античитов, какие проблемы банить людей в стиме. Ну то есть официальные набросы Sony это такая наглая, тупейшая ложь, что ну просто это невозможно слушать. И весь дикий хейт игры сейчас идет ровно из-за того, насколько эти самые люди эту игру любят. У игры безумно активная и сплоченная комьюнити. И настолько жестко плевать на это комьюнити, это самая тупая ошибка, которую Sony когда-либо совершали. Потому что вчера они массово постили мемчики про Малевилон Крик, а сегодня они бойкотируют игру, призывают делать рефанды и писать негативные отзывы. Ну и да, вроде как стим активно возвращает деньги за игру, даже если вы 100 часов наиграли. Главное пропишите в заявлении, что Sony в наглую изменили условия и вы больше не можете играть в игру. Шутка ли? Но к этому присоединились даже игроки на плойке. Не так активно, конечно, но на несколько пунктов оценка игры в PlayStation Network упала. Вот просто так, из солидарности. И, кстати, лично для меня было отдельным шоком, я этого не знал. Но в игре, оказывается, нет кросс-прогрессии. То есть вы не можете пользоваться одним аккаунтом, своим одним персонажем и на PlayStation 5, и на ПК. Так нафиг все это вообще было нужно? Причем тут PSN, скажите мне? 2000 какой там сейчас век? И у Sony до сих пор нет настолько базового функционала в игре, вот изданной ими. Ну, спасибо, что хотя бы кросс-плей есть. А то я до сих пор помню времена, когда Sony заблочила мой аккаунт Fortnite на PlayStation. Там была ситуация, что если ты играл в Fortnite и хотел подключить свой аккаунт PlayStation Network, чтобы играть на PlayStation, Sony внезапно просто брала твой аккаунт, и все, ты мог играть в свой аккаунт только на PlayStation. А я просто зашел посмотреть, как оно на плойке работает. В общем, что в итоге? Ситуация для Sony получилась невероятно стыдная. Впервые под их издательством вышла такая успешная и популярная игра-сервис. И они просто все испортили. Да, они откатили требования, можно дальше играть. Хотя игру, кстати, не вернули пока в продажу в большинстве стран, но думаю, это решат. Однако рейтинг игры сильно упал. Его, конечно, сейчас потихоньку возвращают, но понадобится много времени, чтобы он вернулся до былых цифр там с рейтингом под 90. Да и самое главное, доверие. Доверия больше к Sony нет. Сегодня, опять же, нам удалось эту атаку отбить, но они же новую придумают. Так что для многих активных игроков отныне и навсегда Sony записывается в контору. А у Sony и так последнее время с репутацией не очень. Интернет это запомнит. Причем я могу представить, что это все полная глупость и случайность. То есть со стороны Sony все действительно очень логично. У них изначально был план, что для игры нужен будет аккаунт PlayStation Network, но они просто не успели функционал допилить. Ни для кого не секрет, что Helldivers 2 вышла в дикой спешке и игра не доделанная. Ну вот по плану к маю все допилили. Ну да, добавляем весь функционал, который был запланирован. Просто ну некрасиво получилось, не подумали, плохо общались с аудиторией. На контакт шли только представители Arrowhead, и всем было очевидно, что такие решения принимает Sony. Но и тут все было не слава богу. В первый день после объявления комьюнити менеджер на полном серьезе писал «Да просто за регой PSN, че ты как этот?» Буквально повторение ситуации «Ребят, че у вас телефонов нет?» Но сейчас, кажется, они уже понимают масштаб происходящего. Это все более чем серьезно. Опять же, за эти несколько дней активных строчей количество игроков в Steam упало на треть. Но потом, конечно, все встало на свои места. Представители студии напрямую сказали, что это решение Sony, и они против, но как бы такие условия. Они просто разработчики. На вопрос, а что делать людям, которые, ну, чисто физически не могут сделать легальный аккаунт PSN, представитель студии отвечал просто и понятно «Не знаю». Дошло до того, что комьюнити менеджер студии в открытую говорил людям рефанды делать. Так как же вообще с Sony стоило бы разрулить эту ситуацию? Очевидно, нужно было сразу со старта игры делать это требование обязательным. Ну или как минимум при первом включении игры выдавать огромную плашку «Подключите свой аккаунт PlayStation Network через пару месяцев, это будет обязательно». Тогда, само собой, никакого гундежа бы и не было. Но, думаю, и процент игроков был бы немного меньше. Вот лично я бы, например, не стал покупать игру в Steam, зная, что мне нужно будет активировать какие-то левые аккаунты, что-то куда-то привязывать. Опять же, у меня есть негативный опыт, и для меня это просто табу, я не буду этим заниматься. И думаю, кроме меня тоже есть принципиальные люди. Но самый верный вариант, по мне, не делать это обязательным, а просто навалить людям ништяков за это. Просто какой-нибудь скинчик и 100 суперкредитов. Да огромное количество игроков сами бы полезли на эту галеру и радовались. Только в плюс репутации игры это бы пошло. Вопрос по итогу в другом. Это мощнейший прецедент. И интересно, какой же урок из этого запомнит индустрия? Ребята, в этом видосе нет рекламы. Как понимаете, бизнес на ютубе нестабильный. Так что я воспользуюсь этим моментом, чтобы прорекламировать мой бусте. К примеру, уже сейчас там доступна 70-минутная документалка про серию игр якудза. Включая скетч, где я пою баками тай в реальном японском караоке, в реальном камурочу. Также там есть ежемесячный подкаст, и скоро будут еще штуки и ролики всякие. Кроме того, призываю вас подписываться на мой телеграм, потому что кроме рестарта я делаю еще много разных каналов и всего прочего. Вся информация обязательно появляется там. К примеру, недавно я тайком стримил Fallout 3 для избранных, а на одном из моих сторонних каналов я выпустил обзор на Вьетнам. Так что всем спасибо за поддержку. Возвращаемся к новостям. Тарков. Что же делать с тобой, Тарков? Крупный скандал также разразился и с игрой Escape from Tarkov. Ситуация, в отличие от Helldivers, совершенно другая и на самом деле по мне намного более серьезная. Потому что игроков откровенно кидают на деньги. Но суть, наверное, похожа. Разрабы Таркова просто плюют на преданную аудиторию. В общем, недавно разработчики анонсировали новое, неслыханное издание игры, Unheard Edition. Оно стоит для русских 12 тысяч рублей, для владельцев предыдущего супериздания 5500 рублей. А для западной аудитории аж все 250 долларов. И кроме всего оно включает новый коопный режим игры с ботами и некоторые pay-to-win штуки, вроде заметно увеличенного схрона. Ну, Тарков, он же игра про то, как ты выносишь лут с локации и увеличенный схрон напрямую тебе поможет хранить больше лута. Это важно. Ну или возможность тяжелый момент призвать в бой своих друзей. Что вообще звучит крайне сомнительно в игре типа Таркова. Ну и там еще есть другие смешные штуки, вроде уникального ножа Кукри, который тут же нашли в магазине ассетов Юнити. Проблема этого издания в том, что Тарков уже продавал топовое супер-пупер дорогущее издание. Оно называлось Edge of Darkness. И покупателям этого издания обещались все будущие DLC. Так что ж за фигня происходит? А тут вот из ниоткуда новый платный набор с целым геймплейным режимом и pay-to-win. Да еще и такой дорогущий. И все это на фоне того, что Тарков уже долгие годы не может починить многие очень важные базовые вещи. К примеру, игра утопает в читерах, и разрабы просто ничего с этим не делают. Ну или другой пример. В прошлом году они добавили якобы режим казуального арена-шутана. Ну типа Call of Duty. Платный, естественно. И он не оправдал надежды. И оказался дикой душниловкой. Ну а издание Edge of Darkness перестало существовать. То есть игроки уже долгое время так или иначе были недовольны Тарковым. Но никакого особого криминала там не было. Плюс, ну да, Тарков действительно уникальная игра. И из-за этого ему многое прощается. Но тут, тут они уже перешли границы дозволенного. Ну и во главе всего этого стоит Никита Буянов. Глава студии. Тарков это его детище. И он лично за все отвечает. Так что он вышел и сказал, что вот этот вот новый PvE режим это не DLC. Это вообще почти отдельная игра. Новый функционал. Так что с чего вы вообще взяли, что оно должно быть у покупателей предыдущего издания? Вам обещали все DLC, а это не DLC. И опять же это на фоне того, что этот сингловый режим они просто берут с мода синглплеер Тарков, который уже давно существует отдельно. И в общем тут-то и начался основной шитшторм. Особенно в среде западных игроков. Люди начали активно намекать судебными разбирательствами. Потому что это уже, ну, выглядит откровенным кидалово. А чуть позже слили интервью Буянова, которое еще сильнее всех взбесило. Ну, там фигурируют классические тейки уровня «Пора выяснить, кто на самом деле нас поддерживает». И, конечно же, классика «Не нравится, не покупай». Якобы никакой ошибки не было. Это все просчитанный план. И студия со своей стороны считает, что существование такого издания совершенно честно и резонно. Студия и Буянов не планируют принимать какие-то меры и что-то менять. Проблем с деньгами у них нет. Все это часть пути к скорому релизу игры, который скорый уже лет 8 как. Как вы понимаете, после таких заявлений Шитшторм поднялся такой мощи, что игнорировать это просто было уже невозможно. Что бы там Буянов ни думал, огромный процент игроков в Тарков чувствовал себя обманутым. Я даже не представляю, какая оценка была бы у Таркова, если бы он был в Стиме. Вы видели, что с хеллдайверсами сделали? А тут, тут реальное кидалово происходит. Так что было решено ПВЕ-режим выдать также владельцам предыдущего супериздания. А также скинуть цену на апгрейд с предыдущего издания с 5500 рублей до 3400 рублей. А что же делать тем, кто уже купил новое супериздание за фулл прайс? И это, конечно, самое смешное. Этим людям вместо денежной компенсации выдали бесплатный ключик издания Тарков Left Behind. Господи, да в Лоре Дюны вперемешку со всеми DLC к Sims 4 проще разобраться, чем во всех этих изданиях и переизданиях Таркова. Удобно они, получается, устроились. То есть они кинули игроков и в качестве извинения не дали им денег, а дали им ключ на игру, которая у них уже есть. То есть, очевидно, этот ключ эти люди могут только дать другим людям. И у Таркова в итоге просто будет больше игроков. Мне кажется, что вот именно вот тут вот, вот тут вот пора идти в суды. Потому что, ну это, это серьезно просто на***. Это просто мошенничество. Там есть и другие ништяки, и другие изменения, но это все такая концентрированная духота, и сейчас в этом разбираться смысла нет. Главное другое. Происходит откровенное кидалово и доение игроков. Это нечестно, это подло, и в большинстве своем, я думаю, незаконно. Но надо понимать и вопрос с другой стороны. Тарков это не Hell Divers. Тарков это, по сути, вообще инди-игра. Потому что студия Battlestate Games никому не принадлежит. Они сами делают и сами же издают свою игру. А Никита Буянов, единоличный, властелин всего этого. Таркова даже в Стиме нет, они вот настолько независимые. И я не говорю, что они из-за этого могут творить все, что им в голову взбредет. Но, так сказать, Тарков чем-то очень напоминает мне Star Citizen. Им плевать, сколько у них будет игроков. Им не надо ни перед какими инвесторами отчитываться. Пока у них есть платящая кора аудитория, все будет в порядке. Они отчитываются только вот перед этой аудиторией китов. Но также есть и другая проблема. Тарков это единоразовая покупка. А поддержка и развитие такой игры сервиса, онлайновой игры сервиса, это постоянные большие деньги. И эти деньги надо откуда-то брать. Люди, которые купили Тарков еще лет 6 назад, ведь до сих пор могут нормально играть в него, не потратив ни рубля. И в Таркове нет батл пасса, нет подписок. Есть только какие-то скучные скинчики, которые, очевидно, не очень много людей покупает. Так что вылезает очевидная проблема. Никита Буянов просто не понимает, как монетизировать игры в современном мире. Поэтому выдумывает миллион перекрестных изданий с накромождением функционала. То, что они сделали, это, безусловно, неправильно. Это ужасное отношение к игрокам. И то, что люди устроили такой срач, это хорошо. Нужно давать понять, когда границы дозволенного, ну, переходятся. Но все-таки как-то монетизировать свою игру они должны. И они просто не умеют. Здесь даже шутка про маленькую инди-студию отчасти работает, потому что, ну, по факту так и есть. Так что я бы воздержался от лишнего хейта. Здесь, я думаю, надо по-другому. Нужно четко и серьезно давать понять, что вот это вот, это неправильно. Так делать нельзя. Можно посоветовать, как делать лучше. Вести диалог, ну и, очевидно, бойкотировать подобное неслыханное издание и не покупать его. Вышел сериал по Фоллауту. И внезапно это намного более важное событие, чем может показаться и чем кто-либо вообще от этого ожидал. Во-первых, сериал получил очень высокие оценки и очень много людей его посмотрели. Амазон отчитался, что это их второй самый популярный запуск. Я сериал посмотрел, я от него ничего не ждал. И внезапно мне тоже очень понравилось, простите. Но тут, конечно, надо уточнять один очень важный нюанс. Фоллаут в сериале, это Фоллаут в стиле Тодда Говарда. Я бы даже точнее сказал, это сериал по Фоллауту 4. То есть по яркому клоунскому постапокалипсису. К счастью, до уровня какого-нибудь Бордерлендса тут дело не опускается. Тем не менее, с точки зрения именно сторителлинга и синематографии, это очень высокий уровень. Ни одной скучной минуты. Я все посмотрел залпом за два дня, просто не отлипая. Шикарные съемки, шикарные актеры, потрясающие декорации. Ну просто красота. Само собой, фанаты первого Фоллаута это давно какие-то мифические персонажи уровня древних шизов. И их гундеж про то, что все испортили, вообще не учитывается. Но даже любители трешки и Нью-Вегаса по сути не у руля. Это Фоллаут 4. Но только если бы у Тодда Говарда была бы хотя бы капелька таланта к написанию сценариев и какому-то ворлдбилдингу. То есть еще раз, я прекрасно понимаю, что Фоллаут Тодда Говарда это вот игры, которые имеют огромное количество проблем. В первую очередь проблем, связанных с сюжетом и сторителлингом. И именно в этом аспекте, в аспекте построения мира и подачи сюжета, сериал очень сильно преуспевает. Ну то есть, вот он я. Я не играл в старые Фоллауты. Ну просто они мне не попадались в 90-е и нулевые. Так получилось. А когда я играл в трешку и Нью-Вегас, у меня вообще не возникало желания разбираться, что за НКР, что за Братство Стали, что за Анклав. Мне просто нравилось бродить по постапокалипсису. Ну то есть вот настолько все плохо с подачей истории у Тодда Говарда. Сериал же, наоборот, очень толково рассказывает свой вариант мира, объясняет фракции, рассказывает свой сюжет. Возможно, если бы у меня в голове был заранее прописан какой-то лор Фоллаута, который я бы там узнал из каких-то игр предыдущих, я бы по-другому относился к сериалу. Но к сериалу я подошел, по сути, зная про Фоллаут только то, что там есть пип-бои смешные. И типа, они в синих костюмах ходят по постапокалипсису. Поэтому мне все понравилось. Да, вероятно, здесь все другое. Здесь не так, как в играх. Но вот лично мне плевать. Опять же, фоллачи Тодда Говарда настолько плохо рассказывают лор, что я даже не пытался в нем разбираться. А здесь для меня все новое. Зато сериал показывает очень комплексных и интересных персонажей. С уникальным приключением у каждого. Хотя я и проиграл с того, что квест главной героини опять найти батю. Отдельно прикольно, как толково вписали в сериал нюансы из игры и вот всякие отсылочки. Ну, очень тонко, очень уместно. То есть здесь нет вот этого вот фансервиса и отсылочек ради фансервиса и отсылочек. Все элементы так или иначе вплетены в сюжет и они как бы нужны. Ну, то есть сами подумайте, в сериале ни разу не показывают, например, ни одного когтя смерти. Я, конечно, видел очень много претензий к сериалу. Я разные отзывы почитал и послушал. И, в принципе, большую часть из них можно понять. Но какая-то часть, да, мне непонятно. К примеру, почему-то у очень многих людей претензии к спецэффектам? Серьезно? Ну, фиг знает нормальные эффекты. Ну, понятно, что по ним видно, что это спецэффекты, но типа это сериал. Я вот недавно посмотрел сериал Сёгун. И это вообще исторический сериал, то есть все настоящее должно быть. Какая же у них там отвратительная зеленка? Как же этот сериал ужасно выглядит? То есть даже по сравнению с Сёгуном, которому ни у кого не было претензий, Фоллаут выглядит просто фантастически. Так что я думаю, что здесь претензии из разряда «Я недоволен этим сериалом просто потому, что это не как в первом Фоллауте». А значит, я просто в целом недоволен и буду придираться ко всему, к чему можно, в принципе, придраться. Такое я тоже понимаю и такое я тоже часто испытываю. Так что... У меня, конечно, есть пара вопросов к сюжету. Типа, в чём вообще план злодейских капиталистов? Но так как мир клоунский, то пусть будет. Я прекрасно понимаю недостатки этого сериала, как и недостатки фалачей Тодда Говарда. Но я оцениваю кино как кино. И уровень именно кино тут достаточно высокий. Да и суть вообще не в этом, а в том, что сериал получил дичайшую популярность, и это запустило цепочку интересных событий. Беседка решила, что это тот самый момент, когда, наконец, надо запатчить Fallout 4. Спустя столько лет подогнать его под актуальные платформы. Сделать поддержку актуальных консолей, сделать, ну, что-нибудь сделать на ПК с этим, потому что надо что-то сделать, не знаю. И казалось бы, ну что может быть проще? Ну что может тут пойти не так? Это даже не ремастер и не ремейк. Надо просто, чтобы игра работала в 4К 60 фпс. Просто настроечки немножечко поменять. Мощности есть, обратка есть, ну работа же базовая. Я даже больше скажу. На консолях же есть поддержка модов в фалачах, и модами давно можно было это все сделать. На Xbox точно есть, на плойке я не проверял сам. Как вы понимаете, беседка не справилась. Теперь на консолях есть режимы качества и производительности, и на Xbox они ничем не отличаются. Оба режима выдают 4К и 60 фпс с просадками. Этот вопрос задали беседке, и они ответили, нет, нет, все работает правильно, все как надо. Просто оба режима целятся вот в такие вот показатели, но там настройки графики отличаются. Digital Foundry сделали свое расследование, все протестили, графон в обоих режимах одинаковый. Режимы работают абсолютно идентично. На PlayStation 5 ситуация немного другая. Режимы графики работают, и режим качества выдает настройки графики получше, чем на Xbox, но при этом работает на 30 кадрах. И само собой, оба режима очень часто просаживают кадры. Игре, на секундочку, 9 лет. Это игра прошлого поколения, она вышла в 2015 году. На ПК добавили всякие удобства, типа поддержки ультрашироких мониторов, но при этом забыли сделать скейлинг интерфейса. Он растягивается и выглядит ужасно. То есть весь этот патч особо ничего не делает. Все это давно было сделано фанатами, и намного лучше даже на консолях. А беседка даже не попыталась фиксить баги, которые в игре с релиза. Я уверен, в четвертом фалаче до сих пор есть баги, которые были еще в моровинде в их движке. Но зато патч ломает поддержку многих модов, и все это нужно переделывать. И как вы понимаете, многие старые моды никто переделывать не будет. Дошло до смешного. Появился мод, который делает одну вещь. Он откатывает все изменения беседки, но вот так вот, чтобы система думала, что у вас последняя версия игры. Ну и самое печальное. На эти даты стоял релиз масштабного мода Fallout London, который лично я очень сильно ждал. А теперь разрабам мода надо переделывать некоторые вещи, чтобы он работал вот уже на этом патче. Когда мод выйдет, пока неизвестно. Я не знаю, каким образом беседка до сих пор существует. Они не способны даже настолько простые вещи сделать. Но на фоне такой популярности сериала, как вы понимаете, подскочили продажи всех игр серии. А также в играх подскочил онлайн. Люди начали в это активно играть. Как я уже сказал, я даже сам тайком там постримил третий Fallout для избранных. Вот были бы вы подписаны на Telegram, вы были бы в курсе. Но не только беседка подняла денег на релизе сериала. Оказалось, что если популярны фалачи, то популярны и моды на фалачи. Так что сайт Nexus Mods столкнулся с дичайшей нагрузкой на свои сервера. Да такой нагрузкой, что им пришлось поднять стоимость подписки. Вот какую волну запустил сериал. Фил Спенсер это все увидел и очень сильно возбудился. Он вышел с заявлением, что нам нужны новые фалачи срочно. Не по тормозному расписанию Тодда Говарда. Не через 12 лет после выпуска The Elder Scrolls 6. А типа прямо сейчас. Так что пошли разговорчики о двух релизах по Fallout в ближайшие годы. Что это будут за релизы непонятно. Возможно порт Fallout 3 на актуальные платформы и мобильный кликер. Но я думаю было бы отличной идеей плюнуть уже в лицо Тодду Говарду, его мнительности и нарциссизму. И разрешить кому-то нормальному сделать свой фалач. И возможно даже не на движке беседки. Вот если уж говорить о ремейках и ремастерах. Фалачи 1 и 2 дичайше напрашиваются. Перерисуйте спрайты, сделайте удобный интерфейс и вуаля. Я понимаю, что Тодд Говард эти игры не признает, потому что они не вписываются в его клоунский постапокалипсис. Но как бы и пофиг вообще на него. Ну или вот можно сделать новую изометрическую RPG во вселенной. Baldur's Gate открыл вот все ворота для этого. Люди любят теперь такие игры. Просто делай и выпускай. А у Microsoft как раз есть студия InXile, которую Wasteland делали. Они вот такие игры умеют делать. Ну или снова дайте задание Obsidian. Они вон продолжают делать свой Нью-Вегас в космосе так и так. У Microsoft есть все ресурсы для этого. Я не понимаю, что там Фил Спенсер сиськи мнет. Ну да, у Фила Спенсера нашлись дела поважнее. Microsoft закрыла 4 своих студии, среди которых Tango Gameworks и Arkane Austin. И это уже сильный удар под дых. Arkane Austin это одно из подразделений Arkane, печально известное за Redfall. Но не нужно забывать, что они также сделали Prey 2017 года и участвовали в разработке Dishonored. То есть это ни в коем случае не бездарная студия. Просто им ну очень не повезло с Redfall, который никто не хотел делать. Tango Gameworks это конечно же студия Синди Миками, создателя Resident Evil. Они известны за серию Evil Within, за игру Ghost War Tokyo. Ну и недавно они получили кучу наград за Hi-Fi Rush. Многие так вообще называют Hi-Fi Rush лучшей игрой Xbox в современной истории. И с этим трудно поспорить. Синди Миками кстати не так давно ушел из студии, но это не показатель. Там и других талантливых людей немало. Также были закрыты мобильные разработчики Alpha Dog Games. Они сделали Mighty Doom и некие Roundhouse Studios. Они были на подхвате в беседке, помогали там делать Redfall и вот так по мелочи. Такой выбор студий для закрытия вызывает очень много вопросов. Если с Аркейном еще кое-как можно поспорить, то в чем был смысл закрывать Tango Gameworks? Они делали отличные и успешные игры. Фил Спенсер в конце прошлого года ездил к ним в офис и все говорили, что встреча прошла успешно, отлично. А Аарон Гринберг, это директор по маркетингу Xbox, также в прошлом году говорил, что Hi-Fi Rush был большим хитом. Но это не говоря о том, сколько тупо очков репутации эта игра принесла Microsoft. Кроме того, Tango это японская студия. Единственное окно Microsoft к японской аудитории сегодня, которое они так давно пытаются пробиться. И все равно закрыли. То есть в современной индустрии уже получается делать хорошие и успешные игры. Это не то, что нужно. Инсайдеры говорят, что это часть новой политики Microsoft. Game Pass не оправдал надежды, и его рост практически остановился. Так что по новой схеме они хотят сконцентрироваться на больших играх по мощным IP, типа Индианы Джонса, которые будут зарабатывать с продаж. Соответственно, игры станут полностью мультиплатформенными, чтобы открыться для большей аудитории. Уже вроде как идут разговоры о портировании Hellblade 2 на PlayStation. Ну и как вы помните, недавно Microsoft потихонечку начала уже портировать свои игры. На PlayStation вышел Grounded, Sea of Thieves и тот же самый Hi-Fi Rush. И надо ли вам напоминать, что те разговоры, ну, очень не понравились фанатам Xbox'а? Так что Филу Спенсеру аж пришлось оправдываться. Но только я считаю, что эта схема обречена на провал, ведь Game Pass-то все-таки есть, его же никто не отменяет, и игры там все еще выходят в первый день. И значительный процент игроков будут играть там и не будут покупать игру. Это, кстати, важный аргумент. Каждый раз, когда люди считают какие-то там цифры продаж игр Microsoft или онлайн игр Microsoft в Steam, они почему-то не учитывают то, что большая часть людей не покупает эти игры, а играет в них в Game Pass. При этом цифры Game Pass'а все-таки неудовлетворительные, даже учитывая, что по последней информации на него подписано 34 миллиона человек. Это же безумные цифры. Что-то здесь какая-то несостыковка, вам так не кажется? Кроме того, сообщается, что у Microsoft просто недостаточно высококвалифицированных менеджеров для управления таким количеством студий и проектов. Они просто не справляются. Ну и дальше начались совсем проклятые разговоры и открытия. Сразу же от информации инсайдеров выяснилось, что Arkane Austin недавно питчали Microsoft Dishonored 3. Кроме того, они до сих пор были подвязаны с поддержкой Redfall, они должны были допиливать игру, выпускать патчи и DLC. Все это теперь вряд ли случится. Tango же на волне успеха начали делать Hi-Fi Rush 2. Ну и самый страшный разговор. Эти закрытия — это только часть реструктуризации Xbox'а. Как и все, они накупили студии и не знают, что с этим делать. И не могут управлять, поэтому закрытия продолжатся. Люди уже с опаской посматривают на Ninja Saori, которые в мае выпускают Hellblade 2. И неважно, насколько крутой и успешной игра окажется, это не то чтобы хайповая игра, которая продаст 10 миллионов копий. Да и студия не такая большая и важная. Но я больше посматриваю на легендарную студию Double Fine Тима Шейфера, которые пару лет назад выпустили вторых психонавтов. Насколько я помню, психонавты не были особенно успешны, хоть и словили очень положительные отзывы. Но в целом, Double Fine — это нишевая студия, которая делает свои странные игры. Они уже лет 20 как не то чтобы успешные. Они, ну, существуют примерно на грани. Также можно подумать и про Obsidian. The Outer Worlds тоже не была особенным хитом. Но Pentiment... Да, никто из вас даже не знает, что за Pentiment. Вишенкой же на торте стало заявление Мэтта Бути, главы Xbox Game Studios. Он публично сказал, что им нужны игры небольшого масштаба, которые принесут им престиж и награды. И люди сразу же начали сходить с ума. Чел, Hi-Fi Rush была именно такой игрой, и ты все равно закрыл танго. Ну, тут как бы и да, но как бы и нет. Все-таки Hi-Fi Rush делали много лет, насколько я знаю, чуть ли не с 2017 года. Может, большую часть времени ее делали и небольшой командой, но это явно не такая дешевая игра. Просто по контенту она более приземленная, как игра с PlayStation 2. Но вот с точки зрения там продакшена, анимации, графона, это явно вполне себе, ну, большая современная игра. Но тогда вообще непонятно, что Microsoft нужно. Им что, нужно пиксельное инди со слезливым сюжетом на RPG Maker'е от двух студентов уфимского техникума железнодорожного транспорта? Тех же Psychonaut 2 тоже делали, ну да, 8 лет, но небольшой командой. И у них не такой большой бюджет по итогу. Ну, то есть, понятно, что речь идет о миллионах долларов, но что такое небольшая игра в масштабах Microsoft? Что такое миллионы долларов в масштабах Microsoft? Они 70 миллиардов только что потратили на Call of Duty. Че им надо-то? Я думаю, Microsoft не хватает понимания своего бренда, понимания, как себя продавать аудитории. Sony делает ставку на свои дорогие кинематографичные игры со слезливым сюжетом для 12-летних. То есть, мы понимаем, о чем Sony, чего от них ждать. А Xbox? А типа, а что Xbox? Вот когда мы говорим про Xbox, единственное, что нам в голову приходит, это Game Pass. Ну, то есть, Game Pass это выгодно. Мы сразу думаем, что, ну, Xbox это выгодная покупка, но для чего? О, речь же должна идти про контент. У них есть все эти замечательные игры, они просто никак их не пиарят, не строят свою маркетинговую стратегию, не пытаются объяснить людям, зачем им в это играть. Просто, вот, мы сделали, вон оно в Game Pass, можешь поиграть, если хочешь, но нам плевать в целом. Сколько из вас поиграло в Pentiment? В Scorn? Да даже в тот же облизанный всеми Hi-Fi Rush, которому повезло получить мощнейшее сарафанное радио? Сколько из вас поиграло в Psychonauts 2 или Gears Tactics? Вы вообще в курсе, что Microsoft активно развивает серию Age of Empires? Они выпустили блестящую четвертую часть пару лет назад и отличный ремейк второй части. И я уверен, большинство из вас впервые обо всем этом слышат, потому что Microsoft вообще не занимается пиаром своих игр. Вы в курсе, что Hellblade 2 выходит в этом месяце? Короче, это все какой-то ад. Крупные игровые корпорации разваливаются, надежда есть только на современное высокобюджетное Индия, на людей, которые сами взрастили свои компании, и никому не принадлежат, и никому ничего не должны. На Larian Studios, на War Horse, разрабов Kingdom Come 2, да, они анонсировали второй Kingdom Come, и выглядят офигенно, и выходят уже в этом году. А вся AAA-индустрия в жопе, ничего хорошего ждать от нее не стоит, да и пусть горит огнем. Куча бездарных менеджеров среднего звена и консультантов по толерантности. Embracer наконец развалилась. Вышло официальное заявление, что в ближайший год Embracer полностью перестанет существовать. Вместо этого образуются три новые компании. Asmodee будет заниматься настолками, Coffee Stain & Friends, инди-играми и играми-сервисами, а Middle Earth Enterprise & Friends, играми по Властелину Колец и AAA-проектами. Что это за фигня? Что-то там, and friends? Что это за приколы? Типа, давайте теперь организуем какую-нибудь... ЧВК Вагнер and Friends. И, конечно же, к этому сообщению идет интервью владельца Embracer, полное долживых, циничных извинений и оправданий. В двух словах, он, конечно, говорит, что виноват, но вообще, просто поймите, не я такой, индустрия такая. Ну, мы все это уже знаем. Был дикий рост, особенно в ковид, а теперь вдруг кризис в экономике, нестабильная геополитическая ситуация, ну и вот. Реальность, конечно же, где-то посередине. Удержать такое невероятно быстрое наращивание ассетов просто было невозможно. Скейлить бизнес нужно постепенно, а Embracer решили разом откусить половину игровой индустрии. При этом все свои долги Embracer скинули на ту самую Asmodee, то есть на настолки, потому что якобы бизнес-настолок намного стабильнее и надежнее бизнеса видеоигр, а долг там, ни много, ни мало. Миллиард долларов. Причем речь идет о самых обычных настолках. Это не D&D и не Warhammer. Это, ну вот, взрывные котята, Ticket to Ride или Catan. Ну, кстати, очень хорошие настолки, да. Я вот недавно играл в Ticket to Ride, мне даже понравилось. Но вряд ли эти настолки настолько хорошие, чтобы можно было выплатить миллиард долларов долгов. В бизнесе настолок вообще есть такие деньги? Что-то у меня ощущение, что это было сделано, чтобы впоследствии Asmodee можно было закрыть, типа они банкроты, ну и списать все долги. Ну и отдельно, конечно, меня смешат их оправдания о причинах смены названия. Ведь это ни в коем случае не для того, чтобы отмыться от плохой репутации Embracer. Это просто, ну, ну так логичнее. Меня радует одно. Владелец Embracer признал, насколько же его хейтят в интернете, насколько же его ненавидят в индустрии. Ребята, все в порядке, он в курсе. Тысячи талантливых людей потеряли работу. Огромное количество фантастических франшиз, типа Deus Exo и Time Splitters, теперь находятся в каком-то лимбо, и непонятно, выйдут ли когда-нибудь еще игры по ним. А по Deus Exo, кстати, ведь делали третью часть. Ну, третью часть нового Deus Exo. И ее отменили. Сегодня у нас вообще очень грустный выпуск новостей, потому что продолжаем про закрытие студий. Take-Two закрыла еще две студии. Игровая индустрия просто горит синим пламенем. Take-Two, получается, закрыли разработчиков Oli Oli и RollerDrome, и также разработчиков Kerbal Space Program. Это, как вы понимаете, очень и очень печально. Причем не совсем понятно, чем это мотивировано. Oli Oli World и RollerDrome были более чем успешными играми. Студия Roll7 не так давно отчиталась о миллионе копий RollerDrome, что для небольшой игры отличный результат. Игра, кстати, абсолютный топ. Вот такой вот, знаете, микс из Тони Хока и Арена Шутера. Я всем вам максимально рекомендую. С Kerbal'ами немного сложнее. Первые Kerbal'ы, понятно, это легенда, но Intercept Games в начале 23-го выпустила вторую часть в раннем доступе. И она до сих пор в ужасном состоянии. Она плохо работает, игровых механик меньше, но как бы и понятно. Это такой проект на вырост. Через несколько лет была бы игра конфетка. Ну, игра в раннем доступе, короче, понятно. Да и опять же студия небольшая. Конечно, представители Take-Two заявили, что игру дальше будет развивать другое отделение, но это... они просто смягчают удар, это очевидно. Kerbal Space Program это жесткий симулятор запуска ракет в космос. Очень жест... Очень... Как это вообще описать? Он очень сильно завязан на реалистичной физике. Только очень специфические разработчики могут делать такую игру. И опять же, обе студии не были убыточными. Ну, получается просто, что вот, ну... Эти люди и эти игры оказались не нужны, так что их просто выбросили на помойку. Фиг знает, чтобы общую статистику они вниз не тянули. Вот такая вот у нас игровая индустрия теперь. Кошмар! Зато я точно знаю, что Take-Two не потянет вниз. Ваш лайк на этом видосе, ребята. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть какие-то мысли касательно всего, о чем я в этом видосе рассказывал, пишите обязательно в комментариях. Я все читаю, буду по возможности отвечать. Простите, что этот выпуск получился таким негативным, но реально накопились отвратительные новости. О хороших что-то я пока особенные не нашел. Поэтому пока так. Ну а теперь я прошу прощения, ссылки сами все найдете в описании. Я опаздываю, мне нужно бежать к стоматологу. Все, пока!